Четыре знака зодиака, которые чаще всего жалуются. В нашей жизни неизбежно возникают проблемы и трудности, и каждый из нас проявляет свою уникальность в том, как мы реагируем на эти ситуации. Некоторые люди предпочитают молча переживать, а другие активно выражают свое недовольство и жалобы. В мире зодиакальных знаков есть несколько, которые известны своей склонностью к жалобам. Давайте рассмотрим четыре знака зодиака, которые чаще всего жалуются. Рак. Раки известны своей эмоциональной природой и глубокими чувствами. Они часто склонны к переживаниям и эмоциональным колебаниям, что может приводить к частым жалобам. Раки имеют тенденцию сосредотачиваться на своих проблемах и потребностях. И они часто ищут поддержку и сочувствие от других. Они могут выражать свои жалобы открыто или пассивно, ища сочувствие и понимание. Лев. Львы обычно хотят быть в центре внимания и получать признание. Когда что-то идет не так, как они ожидали, они могут становиться раздраженными и выражать свои жалобы. Львы желают быть восхищаемыми и ожидают, что все будет проходить гладко. Когда это не происходит, они могут страдать от чувства несправедливости и жаловаться на то, что их потребности не удовлетворены. Дева. Дева известна своей склонностью к перфекционизму и критическому взгляду на себя и других. Они могут склоняться к постоянному анализу и жалобам на то, что не соответствует их высоким стандартам. Девы могут быть критичными к окружающим и жаловаться на недостатки или неполадки, которые они видят вокруг себя. Они стремятся к совершенству. Весы. Весы стремятся к гармонии и справедливости во всех аспектах своей жизни. Когда они ощущают дисбаланс или несправедливость, они могут жаловаться и выражать свое недовольство. Весы обладают хорошо развитым чувством справедливости и могут быть чувствительными к неравенству или несправедливости в обществе. Они могут выражать свои жалобы в попытке установить равновесие и достичь справедливости. Жалобы – это естественная часть человеческого опыта, и каждый знак зодиака имеет свои особенности и способы выражения недовольства. Важно помнить, что эти характеристики не определяют полностью личность человека, а лишь являются одним из аспектов его знака зодиака. В конечном счете, как мы реагируем на трудности и проблемы, зависит от нас самих и нашего личного развития. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим, до новых встреч, благодарим за просмотр.